Вот, воспитание сына. Сына воспитывает отец, дочь воспитывает мать. Мать помогает воспитывать сына, жалуясь отцу на его, ее ребенка. Муж должен разбираться с ним, наказывать, ставить в угол. Женщина тоже может чуть-чуть наказывать, но понимая меру своих способностей. Если, допустим, она может укротить ребенка, укращать, можно укращать, но если она чувствовать не может, не надо дальше его ломать, как личность. Не смогла, дальше жалуйся мужу, он сможет. Вот, мужчина с мужчиной разберется, потому что женщина не понимает вообще, как устроена мужская психика. Допустим, классический пример описывается, допустим, у нас как в ведической культуре. Допустим, мальчик хочет сунуть руку в вентилятор, для него это вполне естественно. Вот вентилятор крутится, он хочет сунуть руку. Не запрещайте, женщина это сделать не сможет, мужчина сможет. Он выключает вентилятор, мужчина, незаметно выключает вентилятор и говорит сыну, ну теперь можно, суй руку. А там, ну уже как бы силы-то нет, да, напряжения нет, силы нет. И он сует руку, ему по пальцу как дало, но не оторвало. Почему? Потому что он уже все останавливается, в нем нет силы. Получил по пальцу, поорал полчаса, больше уже не хочет сувать руку. Допустим, ты говоришь, давай еще раз вентилятор отсунем. Он говорит, нет. Ну то есть он получил уже, как бы, он получил образование. Мужчина образовывается всегда через поступки. Допустим, хочу дотронуться до плиты. Ну, заради бога. Выключили плиту, она чуть-чуть подостыла, но еще горячая. Дотрагивайся. Дотронулся, обжегся чуть-чуть, пальчик перебинтовали. Ну все, ему достаточно. Понимаете, то есть мальчику нужен опыт. Если он опыта не получил, допустим, хочу плавать, ты не умеешь, нет, хочу. Ну, дайте ему хлебнуть. Чуть-чуть, нахлебался, хорошо, отошел, поорал. Все, больше не хочу плавать. Замечательно. Теперь учиться, время обучать. Ну, то есть, девочки, вот если вы девочка, допустим, хочу, лезет на плиту, надо ей сказать, там очень жарко. Пальчик поднести чуть-чуть, скажи, смотри, видишь, как жарко. Она, ой-ой, нет, я теперь не хочу. То есть, женщине не надо обламываться. Девочке не надо, ей надо просто объяснить, показать. И она все поняла. А мальчику надо обязательно, вот вы ему руку подносите, хочешь все равно до плиты дотронуться. Он говорит, да. Потому что он мальчик, ему надо обломаться, понимаете. У него такая природа. Допустим, вот вы, женщина, допустим, наказываете сына силой, бьете его по попе. Знаете, чем он в это время занимается? А? Не знаете, вот как мужская природа устроена? Вы его бьете по попе, женщина. Ну, это самый легкий вариант. В это время мальчик учится терпеть удары по попе. Вот если женщина его бьет, он знаете, чем занимается? Учится терпеть удары по попе. И вы замечаете потом, что ему по барабану, да? Вы его бьете, а он стоит и смотрит на вас хоть бы что там. Бьешь сильнее, он сильнее терпит. Учится сильнее, как бы. Делает попу непобедимой. Потому что он мальчик. У него такая природа. Поэтому, женщина, не надо сражаться с попой своего ребенка. Вы не сможете его победить, потому что он мужчина. Маленький мужчина. Вы просто сделаете его агрессором. Нужно передать мужу слово. Потому что, когда мальчик с мужчиной имеет дело, он оценивает его силу сразу. Папа ему ба-бам по попе сразу. Он такой, м-м-м. Так. И как бы у мужчины сразу он думает, лучше подчиниться. И все. И он начинает слушать то, что ему говорят. Он капитулирует. Терпит поражение и подчиняется старшему мужчине. Это так устроена мужская природа. Допустим, есть командир. Он должен быть сильнее всех. Он говорит, равняй, смирно. Если кто-то не равен, он подзатыльник ему. Вот. Так мужчина между собой. Раз. Все. Ура. Уже равняй, смирно подзатыльник получил. Все. Идет мужское воспитание. Понимаете? Но мужчина подчиняется более сильному. Когда он силу чувствует, он подчиняется. Но женщина никогда не будет более сильной для мужчины. Никогда в жизни. Потому что она не для этого родилась. Мужчина родился побеждать женщину, а не ломаться перед ней. А женщина родилась проигрывать мужчине, а не побеждать его. Она когда его проигрывает, она и побеждает в этот момент. Хитрость такая. Вот, поэтому, как бы, вот так устроен этот мир, не надо ломать женщинам, не надо мальчиков своих детей ломать, потому что вы просто из него монстра сделаете. Значит, нужно, чтобы был какой-то мужчина, с которым советоваться, чтобы у него был старший какой-то мужчина в жизни. Есть сообщество людей, не только вы, не дикое. Есть люди, надо, значит, какой-то мужчина был, чтобы он сказал ему свое слово. Нужно, чтобы рядом с мальчиком был мужчина. Хотя бы лекцию дать, послушать. Ну, что-то, какое-то влияние мужское на мальчика должно быть. Нет мужского влияния, он все, он бесконтрольный, он становится как монстр просто. А, тренер, тренер. Вы советуете с тренером, тренер подходит, говорит, ты что? Он, да я, нет, и что, я понял. Все сразу, как бы, нормально пошло. Субтитры сделал DimaTorzok